Бетон Бетон В рамках дня бетона Сегодня состоялось также обсуждение Весьма актуальной проблемы Состояния дорожного покрытия И возможности замены асфальта на бетон Свою оценку перспективам Такой дорожной революции в нашей стране Представил дорожный инженер из Австралии Уроженец Эстонии Арво Тинни По его оценке бетонные дороги Намного более долговечны, чем асфальтовые К тому же их обслуживание обходится дешевле А все разговоры о неподходящих для этого Слишком мягких местных почвах и щебня Миф, выгодный отечественному асфальтовому лобби Я даже не говорю о том, что бетонные дороги Прекрасно служат в странах, где климат такой же И даже более суровый, чем в Эстонии У нас имеется свой пример Вспомните бетонное покрытие Петербургского шоссе На въезде в Таллин Его укладывали пленные немцы После войны, работавшие практически вручную С использованием подножных материалов Песка, глины и воды Дорога продержалась почти 60 лет Пока ее не заменили на полностью новое покрытие На конкурс название лучшего бетонного объекта в Эстонии В прошлом году были представлены 16 самых различных объектов Среди них можно выделить Таллинскую телебашню Подземный переход на железнодорожные станции Лиликюла в столице А также Нарвский колледж Тартусского университета Проект которого удостоился специального приза За архитектурную концепцию По оценке жюри, новое здание колледжа Популяризирует бетон наилучшим образом Ну а победителем конкурса на лучшее бетонное строение 2012 года Как многие и предполагали Стал ангар гидросамолетов в летной гавани Таллина Там сейчас расположен филиал Эстонского морского музея Это здание, кстати, было построено в начале 20 века И считается одним из первых бетонных сооружений такого уровня И вот теперь реконструкционные работы, проведенные здесь Позволили занять ему высокое место среди бетонных сооружений Эстонии Жюри конкурса отметила также, что в этой реставрационной работе Инноваций больше, чем во многих новых строениях Одним из серьезных вызовов в процессе восстановительных работ Стало заполнение трещин в бетонном покрытии куполов Общая длина которых составила 3,6 километра Авторы проекта реконструкции ангара в гидрогавани Получили сегодня также специальный приз Союза инженеров-строителей Эстонии Дмитрий Кукушкин, Титкарк, Первый Балтийский канал Продолжение следует... Продолжение следует...